Более 51 тысячи уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными и их пособниками, возбудила Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава нацполиции Игорь Клименко. Более двух тысяч уголовных производств за коллаборационизм. Только полиция регистрировала по 168 военных преступлений в сутки, отметил руководитель нацполиции. На деоккупированных территориях обнаружены 54 пыточные. В настоящее время осуществляется досудебное расследование 855 уголовных производств относительно военных преступлений против детей, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, в том числе 10 по фактам сексуального насилия. Кроме того, сотрудники нацполиции осмотрели более 16 тысяч гектаров территории в ходе мероприятий по разминированию, изъяли около 184 тысяч боеприпасов и практически 5 тонн взрывчатых веществ. Уничтожили более 50 с половиной тысяч взрывоопасных предметов. И далее в нашем эфире Владимир Мартынин, НК, бывший советник министра внутренних дел, доктор философии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте вам, слава Украине. Героям слава. Владимир, хотел бы сначала начать нашу беседу с вашей оценки масштабов заминирования. Только что у нас было включение с Херсонской области. И, наверное, сложно себе представить более заминированную территорию сейчас где-то на планете. Мы знаем, как наши взрывотехники героически пытаются обезопасить нашу украинскую землю. К сожалению, очень часто гибнут. Вот мы знаем, на выходных сотрудники ГСЧС из Житомирской области погибли при заминировании территории Херсонской области. Скажите, вообще опыт существует в современной истории, опыт работы с настолько заминированными территориями. Такой опыт есть? И возможно ли говорить, что когда-то в ближайшей перспективе мы можем говорить о разминировании нашей земли? Мы можем говорить о перспективе разминирования. Только единственное, тут я скажу, это не будет ближайшая перспектива. Такой опыт в мире есть, но в таком объеме, в котором сейчас заминирована Украина, в котором находятся взрывчатые вещества на территории, где происходили боевые действия в Украине, такого опыта пока нету нигде в мире. И, конечно же, нам нужно будет нарабатывать этот опыт. Я вам хочу сказать, что тот объем территорий, который сейчас находится и под минами, и под неразорвавшимися боеприпасами, такого очень много, потому что качество боеприпасов, использованных в том числе россиянами, они очень низкого качества. И многие из этих взрывчатых веществ просто не долетают. Или долетают, но не разрываются. И вот этим всем мусором захламлена наша территория в огромных просто масштабах, в огромных объемах. Для того, чтобы ее разминировать, понадобятся нам годы и годы. Если сейчас происходит разминирование на территориях, в которых находятся, например, населенные пункты или тех объектов, которые нужны для инфраструктуры, то еще очень много и много территорий остаются те, которые, например, сельхозугодие, те, которые лесные массивы, те, которые где-то там водоемы или территории вблизи водоемов. И таких территорий очень и очень много. И процесс разминирования этих территорий, он займет года. Я хочу как пример привести после Второй мировой войны. Мы до сих пор слышим ее отголоски и до сих пор иногда видим разрывы тех снарядов, которые были более чем 70 лет тому назад. И я думаю, что огромная задача разминирования наших территорий, она потребует отдельного внимания и мирового сообщества, и мировых организаций. И они нам тоже будут помогать в этом всем, и помогать разминировать, отправлять своих специалистов, оборудование, делиться знаниями и так далее. Я вам хочу сказать, и современная наука тоже очень много работает для того, чтобы помогать разминировать территории. Да, мы знаем, работают специальные собаки, саперы, да? Беспилотники, собаки. Для того, чтобы уменьшить человеческий фактор, там есть целые несколько этапов проведения разминирования. Они все усовершенствуются, разрабатываются и так далее. Это огромный процесс. И нужно понимать, что эти взрывчатые вещества еще очень долго будут приносить вред и окружающей среде, и нести опасность всем тем, кто здесь, на этой территории живет. Ну и вдобавок мир поражен, буквально и шокирован масштабом военных преступлений. Я напомню, вот наши полицейские, работая в Херсонской области, я записал 168 военных преступлений в сутки, фиксировали. Невероятное количество военных преступлений. Они не могут оставаться безнаказанными. Российский диктатор Путин будет привлечен к ответственности. Это заявление стран Большой Семерки по итогам встречи министров иностранных дел. Речь идет об убийствах мирных жителей, о пытках, о казнях, о сексуальном насилии, о депортации наших украинских детей на территорию неподконтрольную Украине. Скажите, Владимир, все эти заявления, декларации, это все, безусловно, очень важно. Но когда можно будет говорить уже непосредственно к привлечению военных преступников к ответственности? Там будет несколько этапов этих всех мероприятий. Во-первых, это будет военно-политическое руководство страны, которое осуществляет преступления. То есть те, кто принимал решения, отдавал приказы и так далее. Это все будет рассматриваться в международном криминальном суде. И, конечно же, от ответственности никто не уйдет, ответственность там большая. Когда представители стран ЖСМ говорят о том, что Путин будет привлечен к ответственности за военные преступления, они подразумевают не только уголовное преследование этого военного преступника, они подразумевают в том числе и экономические санкции, другие ограничения, связанные с его жизнедеятельностью сейчас. Ни для кого же не секрет, что его сбережения находятся не только на территории Российской Федерации, а везде по миру. Вычисление и конфискация этих средств в том числе входит к пакету ответственности, к которой должен быть привлечен российский лидер. Кроме того, среднее звено, которое отдавало непосредственные приказы военным творить эти все преступления, которые они творят. Оно тоже понесет наказание и избежать этого наказания не удастся. А есть еще непосредственные исполнители, то есть те солдаты, низовое участие, которые непосредственно как раз творили эти преступления. Вот их фиксация этих преступлений, она идет в обязательном порядке. И национальная полиция наряду с другими нашими правоохранительными органами, она фиксирует эти преступления. Почему я говорю наряду с другими? Потому что сами по себе военные преступления фиксируются работниками национальной полиции, но еще преступления, связанные с коллаборационизмом, например, они фиксируются в том числе в службе безопасности и ими тоже расследуются. Государственным бюро расследований, то есть тут вся правоохранительная система работает с связкой. Владимир, я хочу просто вас поддержать, абсолютно правильное слово здесь фиксируется, фиксируется, фиксируется. Эта война, она самая задокументированная в мире, потому что 21 век, потому что способы и средства слежения, фиксации, они буквально у каждого из нас под рукой. И сейчас, мы знаем, уже больше 50 военных преступлений зафиксировано. Это 50 тысяч, да, 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 да. Это сколько подозреваемых, это огромное количество военных преступников. Можно ли говорить, что в ближайшем будущем, при воле всего мира, а мы сейчас ее наблюдаем, о создании международного трибунала, мы можем увидеть самое громкое, самое масштабное, самый масштабный судебный процесс, наверное, вообще в истории всего цивилизованного мира? Я думаю, что мы увидим этот процесс, причем достаточно скоро. Я думаю, что фиксация этих преступлений, она ложится в основу международного уголовного производства, которое как раз имеет отношение к руководству Российской Федерации, стороны агрессоров, стороны оккупантов. И за это все придется нести наказание. А вот относительно низовой части, относительно низовой лампики, которые непосредственно исполнители, то мы уже видим даже прецеденты, где суд приговаривал к реальным срокам заключения, причем не только заочно, а еще и очно, еще и военнослужащие Российской Федерации, которые попали в плен, дальше подвергались уголовному наказанию, то есть они получили реальные сроки. Эти уже прецеденты есть. Так будет продолжаться. А кроме всего этого, когда наша правоохранительная система определит, кому выдвигать подозрения относительно тех преступлений, которые расследуются, а там идентификация людей происходит очень быстро, определяют, и уже есть очень много подозреваемых. Дальше по ним отправляются, они выставляются в международный розыск, и они не смогут выехать где-то в цивилизованную страну, потому что их будут задерживать там и выдавать Украине для определения наказания, для судебного процесса. Такие примеры уже есть, и такие примеры будут все чаще и чаще. Весь цивилизованный мир настроен на то, чтобы те, кто виновен в преступлениях против человечества, обязательно понесли наказание. Так будет обязательно. Владимир, вот еще очень важный пример и прецедент. На прошлой неделе немецкий суд вынес приговор Иенгард Фурхнер, работавший в нацистском концлагере. Она признана виновной в пособничестве и подстрекательству к массовому убийству людей в лагере Штутгов. Насколько важны такие приговоры, вот такой пример, такой прецедент? Это ведь очень показательно для тех же россиян, которые совершают сейчас военные преступления и думают, что окажутся безнаказанными. А сейчас мы видим пример, как с нацистскими преступниками после Второй мировой войны поступают. Я хочу заверить, безнаказанным не останется никто. Сколько бы лет не прошло, сроки давности военных преступлений они не имеют давности. То есть наказание догонят все равно. И как бы там ни было, как бы там ни сложилась ситуация, то все те военные преступники, которые зафиксировались нашей правоохранительной системой, которые зафиксировались всеми теми данными по уголовных производствах, они обязательно понесут наказание. Тут у них есть широчайший выбор. Либо они погибнут на поле боя, либо не важно, сколько пройдет лет, не важно, где они будут находиться. Они понесут обязательно уголовные наказания. Это произойдет в любом случае. Даже после того, как распадется нынешняя Россия, даже после того, как на ее место придет более цивилизованная страна или несколько стран потом, и эти несколько стран будут уважать правосудие, а так обязательно когда-нибудь случится. Даже после этого эти военные преступники будут выдаваться к международному правосудию для принятия судебных решений. И да, вы правильно приводите пример, когда за преступления нацистов, совершенные более полустолетия назад, судебные приговоры еще до сих пор этих исполнителей догоняют. То есть военные преступления, еще раз повторюсь, они не имеют срока давности. Владимир, и еще вот скажите, пожалуйста, ведь мы на всех деоккупированных территориях видим этот ужас расстрела мирных людей, пытки, казни, насилие, сексуальное насилие, пыточное. Ведь поскольку, ведь это уже теперь почерк российских оккупантов, это почерк российской армии. Нельзя сказать, что, например, вот где-то эпизодически это случилось, и это все свершилось по приказу какого-то отдельного командира. Мы говорим о системе, а это означает, что буквально такую задачу поставили. Ведь так? Такую задачу поставили российским солдатам. Да так. Да так, и российские оккупанты, они пытаются добиться результата этих всех вещей, ужаса, страха, паники, чтобы их боялись, чтобы их приход воспринимали как приход какой-то высшей расы непонятной. И как раз для этого они творят преступления против мирных граждан, и это есть не что иным, как террористическая деятельность, и это есть не что иным, как геноцид украинского народа. Они же издеваются, они убивают не за то, что люди оказывают сопротивление, они все эти преступления совершают только потому, что перед ними стоит украинец. У нас нет абсолютно никакого варианта, кроме того, как выиграть эту войну, убрать всех оккупантов с нашей земли, уничтожить этих оккупантов, потому что на другой стороне этой ситуации может быть просто уничтожение нашей нации. Но, конечно же, этого не допустим, и весь цивилизованный мир тут вместе с нами объединился против этого средневекового зла, которое сюда пришло. Владимир, давайте еще с вами обсудим сейчас события, которые происходят в Запорожской области. В течение 10 дней оккупанты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Украины через Васильевку в сторону Запорожья, даже по тем спецпропускам, которые они сами придумали. Не выпускают детей, мужчин и пожилых людей, усиливают фильтрацию. Вот как вы с точки зрения закона можете охарактеризовать эти действия оккупантов? И ваше мнение, для чего сейчас эти действия? Ну, во-первых, эти действия нацелены, это как раз один из видов издевательств. Это как раз один из видов насилия, когда людей не выпускают, когда ограничивают их перемещение. Ведь речь идет не о военных, речь идет о мирных гражданах. Мало того, эти мирные граждане выполняют те правила, даже те правила, которые оккупанты придумали. То есть они получают у них разрешение на перемещение, на выезд. Но, тем не менее, выставляются условия, когда они не могут перемещаться, их перемещение ограничивается. Это как раз и есть в том числе нарушение правил с точки зрения юриспруденции. Нарушение правил отношения с гражданскими лицами – это нарушение женевских конвенций. И за это есть, конечно же, тоже уголовное преследование. То есть это часть как раз того терроризма, часть того геноцида, который творят россияне в отношении нашей нации. Владимир, знаете, я еще хотел обратиться вот лично к вашему опыту. Вы по роду службы наверняка ранее в мирное время видели разные страшные вещи, преступления, преступников, дела. Скажите, вот лично вас в этой страшной войне, что лично вас поражает и ужасает больше всего? Вы знаете, тут стоит вопрос о том, что, наверное, за последнее время я стал достаточно черственным для того, чтобы давать холодную оценку. Но, тем не менее, преступления против детей, преступления против мирных граждан, уничтожение больниц, уничтожение детских садиков, школ, уничтожение роддомов – это страшные вещи, которые, в принципе, описать и которые объяснить ничем нельзя другим. Вот это те вещи, которые каждый раз подталкивают и помогают принимать верное решение в отношении нашего врага. Решение – это только одно – весь враг должен быть уничтожен. Абсолютно верно, согласен. Наказание настигнет преступников. Владимир Мартыненко был в нашем эфире, бывший советник, министр внутренних дел Украины, доктор философии. Спасибо, Владимир. Владимир.